Всем добрый день! Перед началом лекции я представлюсь и скажу немножечко о том, чем я занимаюсь. Меня зовут Александр Панчин, я по образованию биолог, закончил МГУ в факультет биоинженерии и биоинформатики. В свободное от науки время я занимаюсь эволюционной биологией, я занимаюсь популяризацией науки. В частности, у нас есть проект, который называется премия имени Гарри Гудини. Мы предлагаем миллион рублей любому, кто докажет, что обладает паранормальными способностями в условиях аккуратно поставленного научного эксперимента. У нас уже было 15 разных заявителей, которые говорили, что они умеют видеть ауру, общаться с духами. Я сейчас про несколько из них расскажу, просто чтобы было некоторое представление о том, что мы делаем. Вот, например, заявительница сказала, что она умеет считывать энергетику с предметов и по этой энергетике понимать, кому этот предмет принадлежит. Мы взяли 12 молодых людей, взяли их паспорта, эти паспорта случайным образом перемешали, разложили их на подносе, заклеивали их, чтобы нельзя было подсмотреть. Эти паспорта мы попрыскали духами, чтобы по запаху нельзя было определить ничей. У нас были примерно одного возраста молодые люди, они не смотрели на этот поднос, поднос был всегда у них над головой, чтобы они не опознали свой паспорт. Ну и заявительница ходила, считывала эту энергетику. Она думала, что справится с этим заданием и даст хотя бы 6 правильных ответов из 12. Вот ее результат. Ноль. Она была удивлена этому результату. И не она одна, у нас было много других заявительниц. Вот одна еще утверждала, что умеет общаться с духами. И общаясь с духами, она может определить обстоятельства смерти человека по его фотографии. И современ был построен таким образом, чтобы никто не мог ей подсказать правильный ответ. И вот я сижу напротив нее, у меня три конверта. В одном конверте набор фотографий, в другом конверте, ну это какие-то люди, которые погибли по самым разным причинам. Кого-то укусил ядовитый змея, кто-то разбился в авиакатастрофе. Но это незнаменитые люди, то есть какие-то просто, которые гуглятся в интернете, но не особо там селебрити какие-то. И в другом конверте, соответственно, набор этих обстоятельств смерти, пронумерованный случайным образом. И в третьем конверте правильные ответы, я их не знаю, поэтому подсказать не могу. Ну и собственно, заявительница, общаясь с духами, называет какие-то свои варианты ответов. Потом мы торжественно вскрываем конверты, смотрим правильный ответ, и снова ноль. Ноль. И у нее, и у еще одной заявительницы, которая утверждала, что она делает то же самое, определяет обстоятельства смерти, угадая на картах Таро. Ну и последний пример, который я приведу, это наша самая первая проверка. Финалистка битвы экстрасенсов Бахри Джуматова, она сказала, что она чувствует, где деньги. У нас не было сомнений в том, что она чувствует, где деньги, но были сомнения в том, что она сможет показать это в условиях аккуратного научного эксперимента. В данном случае эксперимент заключался в том, что у нас один человек случайным образом помещал в один из десяти конвертов 5 тысяч рублей, в остальные конверты он помещал просто бумажки, уходил, приходил второй человек, случайным образом раскладывал конверты под черным ящиком, уходил, приходил третий человек, случайным образом перемешивал ящики. И тоже уходил, и в итоге никто не знает, где находятся деньги. Вот наша заявительница, она там разбрасывала сахар, она зажигала какие-то благовония, попробовала угадать, не угадала, попробовала еще раз, снова не угадала. Ее спросили, почему ничего не получается, она сказала, что Куран Барам, наверное, не стоило магией заниматься в этот день. Ну, в общем, 15 проверок у нас было, все они были с одинаковым результатом, но какой я для себя из этого всего сделал такой промежуточный вывод, что вообще люди, которые к нам приходят, по-видимому, искренне верят в то, что у них есть паранормальные способности, потому что мы заранее прописываем до мельчайших подробностей все, что будет происходить во время испытаний, то есть сколько раз нужно дать правильный ответ, какие будут условия проверки, что там будет, там черные ящики, какого они цвета, там сколько их будет, все до самой маленькой детали и везде, где можно не в ущерб научности этой проверки пойти на уступки нашим заявителям, мы стараемся на них идти, то есть если нам говорят, что нам нужен какой-нибудь, не знаю, условно там старинный предмет того человека, у которого нужно определить за ширмой, чтобы его держать в руке, то мы такого человека находим, чтобы у него был старинный предмет, которому давно принадлежит, ну, например, и это значит, что люди искренне могут поверить во что-то, в какие-то паранормальные способности, даже когда их у них нету, и из этого можно сделать урок, что нужно вообще критичнее как-то относиться к себе, потому что мы верим во что-то в какие-то свои суперспособности или просто способности, которых на самом деле нет. Собственно, во время лекции уже основной я хотел бы рассказать про один пример некоторой систематической ошибки, которые мы можем совершать в повседневной жизни, и как эта ошибка может приводить к уверенности существования некоторых паранормальных явлений, но не только паранормальных явлений, но и к совершению самых разных ошибок в самых разных жизненных ситуациях, связанных с тем, как мы воспринимаем свою собственную свободу, где мы принимаем решения, где решения или некоторые поступки, которые мы совершаем, навязываются нам извне. И в качестве такого эпиграфа уже к самой лекции я хотел бы, чтобы вы сейчас посмотрели небольшой фрагмент из фильма «Иллюзия обмана», и я надеюсь, что звук будет достаточно громкий. Можно его калибровать, если что? Ну, в общем, попробуем, чтобы было достаточно громко. Там будет фокусник, и он попросит вас выполнить некоторые задания, и я прошу вас послушаться фокусник и тоже загадать карту, когда он попросит вас это сделать. Спасибо. Продолжение следует. 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 едет вперед, а бумажки на липкой субстанции потянутся за этим столом. А если наоборот, люди толкают стол, то сначала поелут руки с бумажками, потом потянется за ними стол, и мы увидим эту разницу. Собственно, это он и увидел, что медиумы толкают стол, но медиумы при этом всячески отрицали свое участие в этом процессе и удивлялись этому результату. Более того, Фаредей провел еще один эксперимент, когда он прикреплял к рукам медиумов и к столу динамометр, который измерял силу натяжения, и когда медиум пытался бы толкать стол, то он бы замечал на динамометре, что его стрелочка отодвигается, и мог бы увидеть, что он оказывает силу, давление на этот самый стол. И как только такой прибор устанавливали, сразу же медиумы переставали вращать стол, потому что они могли бы увидеть, что они оказывают это маленькое воздействие. Ну вот современная версия этого спиритического сеанса. Президентом Владимиром Владимировичем, в общем, с показом, насколько... Да. Продолжение следует... Ну вот человек просил объяснение, и сейчас я его дам. В основе такого рода поведения столов лежит то, что называют идеомоторные акты. Это когда люди задумываются о каком-то движении и осуществляют это движение, не осознавая, что они его осуществляют, этот феномен изучали, его открыли Вильям Карпентер и Мишель Шевроль. Вильям Карпентер предполагал, что идеомоторные акты лежат в основе лозоходства, когда люди с помощью какой-то палочки ищут воду или полезные ископаемые. А Мишель Шевроль изучал идеомоторные акты на примере маятников. Вы можете взять маятник, закрыть глаза и представить, что маятник вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки. И у многих людей в этот момент маятник действительно начнет вращаться, при этом они не осознают то, что они его вращают. И когда потом они открывают глаза и видят вращающийся маятник, они удивляются. И поэтому на самом деле многие люди начинают верить в то, что духи вращают эти маятники. Ну, А Шевроль показывал, что какие-то люди вращают маятники. Вот пример современного использования маятника. Очистила. Очистила. А цикловир не прошел тест маятника. Ну, вот так выглядит одна из классических форм лозоходства. И что интересно, вообще лозоходцы в свое время заинтересовали даже Министерство обороны Великобритании. И те провели серию экспериментов, которые в итоге опубликовали в журнале Nature, где они пытались этого лозоходства добиться, чтобы они что-то сделали. В частности, например, у них была идея, что лозоходцы могут искать мины. Многие лозоходцы утверждали, что они могут найти мины. Ну, из гуманных, видимо, соображений мины использовали настоящие муляжи. И, собственно, там было много разных экспериментов, но вот самый крупный, который там был, выглядел примерно так. Вот такая вот есть, как в игре Минер, такая большая сеточка, где случайным образом где-то клали муляж металлической мины, где-то муляж пластиковой мины. В общем, самые разные варианты этих разных мин. Где-то просто покопали землю и ничего не закопали, закопали обратно. И это делали случайным образом, определяли, где что будет закопано или не закопано. И при этом те люди, которые занимались этим копанием, они в итоге не присутствовали во время самого теста, чтобы не сдать позицию того, где могут быть мины. Ну и дальше там была куча лозоходцев, там их было больше десятка. И они пробовали искать эти самые мины. И что интересно, когда их спрашивали, ну как у вас, до того результаты были объявлены, их спрашивали, ну как вам кажется, вам лозоходство помогло, вы нашли мины. Да, да, у вас все прямо замечательно, говорили они. Только один там сомневался, ему предложили переделать, он переделал, после этого сказал, нет, теперь все хорошо сделал. Но в итоге они давали не большее количество правильных ответов, чем можно было бы ждать по случайным причинам. Был там и совсем такой комичный случай, когда были лозоходцы, которые предлагали искать мины по картам, то есть не ходя по полю, а просто лозой вокруг карты водить. И один из них провалился, ну не все провалились, но один после того, как провалился, сказал, что все дело в том, что надо искать не мины, а вот если бы там закопали гомеопатические средства, то он бы его нашел. Ему закопали бутылочку с гомеопатическим средством, он его тоже не нашел. В общем, по всем пунктам был полный провал. И несмотря на то, что вот такого рода критика появляется, точнее уже появлялась неоднократно на страницах научных журналов, люди продолжают в это верить. Однажды я был таким экспертом на одной передаче на центральном телеканале тем временем. В общем, такая трешовая передача, где много орут, знаете такие. И там обсуждали тему гомологии, генетически модифицированных организмов. И там был человек, который сказал, что он гомологич с помощью лозы. Вот если бы там розовые ананасы генномодифицированы, он, скорее бы, еще поверил, потому что их видно и без лозы. Но как-то сомневаюсь, что измененные гены можно найти с помощью волшебной палочки. Другой пример, который меня очень порадовал, это человек, который искал тоже полезные ископаемые, он их искал с помощью лозы по Google Maps. То есть вот включает компьютер и, значит, палочкой вводит по монитору. Есть всякие там ноу-хау, которые можно найти на современных сайтах, посвященных лозоходству. Вот оказывается, что, чтобы искать полезные ископаемые, нужно прогреть чакру втягивания мануса. Но главное не перенапрягать. Ну и вот всякие такие есть деятели, измеряющие эфирное тело с помощью палочек. Ну, мне вот кажется, особенно забавно наблюдать за всеми этими проявлениями поведения людей, когда, в общем, знаешь, что за этим лежит, за этим лежит вот эта простая идеомоторика, люди этого не сознают и построят целые там теории про какую-то энергетику, эфирные тела и прочее, и так далее, и так далее. Бывают и всякие забавные истории с серьезными экономическими последствиями. Например, вот этот вот приборчик, который вы видите здесь, ADE 651, он стоит там несколько тысяч долларов, но по сути это такая же лоза, и она была предназначена для того, чтобы искать оружие, боеприпасы и, в частности, закупалась в огромном количестве разными странами, в частности, Ираком. И журналисты The New York Times, они решили проверить, значит, качество этого прибора. Они взяли машину, загрузили ее там несколькими автоматами Калашникова с полным боекомплектом и проехали через несколько иракских блокпостов, снабженных этим замечательным устройством, и никто их не спалил. В общем, работает очень хорошо. Ну, человек, который это придумал, в итоге судили за мошенничество. Но он успел очень много заработать на этом. А вот классический приборчик для общения с духами, тоже основан на драматурике, который называется доска Луиджа. Несколько человек берутся за вот такой вот девайс, в виде такой штучки с дырочкой. И есть доска, на доске есть какие-то буквы, есть да, нет, цифры, вызывают духа и дальше делают такие вот круговые движения совместно с помощью вот этой вот штучки с дырочкой, и смотрят, куда эта дырочка указывает, на какие буквы, на какие слова. И, соответственно, таким образом набирают какой-то ответ от духов. И часто духи таким людям отвечают. Но таких нормальных научных проверок именно доски Луиджа не было. Но самое близкое к научной проверке было в шоу фокусников Пэна и Теллора, которые называются «Болшет» или «Брехня», где они нашли вот таких вот медиумов, которые вызывают духов с помощью этой доски и предложили им закрыть глаза, ну, завязали им глаза с помощью, ну, закрыли глаза с помощью вот этих штук. И после этого перевернули доску для них незаметным образом. И внезапно духи тоже ослепли и стали уводить руки этих людей на теми ста, где раньше были ответы «да» и «нет», а не там, где они были сейчас. В общем, видимо, духи пользуются зрением людей, общаясь с нами, что, в общем, забавно является научное открытие, видимо. Это Вольф Мейсинг, у него было много всяких разных штук, которые он делал, но вообще многие вещи, которые он делал, похожи на то, что делают фокусники. У него был трюк, где он предлагал людям из зала спрятать какой-нибудь предмет, он сам по этому отворачивался, он не знал, где этот предмет находится, и дальше он брал кого-то из аудитории, кто знал, где находится предмет за руку, и вроде как, ну, он, типа, говорил, что считывает энергетику, на самом деле он считал, видимо, и видеомоторику, и человек его, как бы, отводил к этому предмету. Хотя есть и другое объяснение некоторым таким приемом. Например, мой дедушка, он в свое время был на одном из сеансов Вольфа Мейсинга, как раз вроде такого провожающего, и он сказал, что вот с ним, видимо, этот трюк не работал, Вольф Мейсинг потел, нервничал, и тогда мой дедушка подумал, что будет нехорошо, если у него не получится этот фокус, и я просто отвел его добровольно. При том, что мой дедушка был воинствующим атеистом, с добрым сердцем по отношению к таким людям. Так вот, не только паранормальные явления связаны с идиомоторикой, но и некоторые социально значимые явления совершенно не сверхъестественного характера. Вот, например, здесь такое схематическое изображение того, что называют коммуникация при поддержке. История такая, что есть люди, которые от рождения или в силу какого-то повреждения мозга, нервной системы, не могут самостоятельно общаться с другими людьми. И бывает так, что они вообще никогда в жизни не разговаривали, ну, при этом у них есть родственники, и родственники хотели бы как-то наладить с ними контакт. И поэтому очень большой был проблеск надежды у родственников таких людей, когда пришли вот эти самые коммуникаторы при поддержке, сказали, что мы придумали технологию, которая позволяет с этими людьми общаться. Берете такого пациента за руку и помогаете ему набирать слова на какой-то клавиатуре. И после этого внезапно люди, которые никогда в жизни не говорили, начали писать предложения, сочинять прозу, стихи, я не знаю, все что угодно, писать статьи. И хотелось в это верить. И было очень много сторонников. Во-прежнему есть очень много сторонников этого метода, но с проверками возникли проблемы. Ну, одна из таких красивых проверок этого метода выглядела следующим образом. Набрали группу людей, обученных коммуникацией при поддержке, сказали, вот есть девушка, девушка-инвалид, вы с ней, пожалуйста, пообщайтесь и узнаете у нее какую-какую информацию. При этом им заранее сообщали кое-какую информацию об этой девушке, а именно, сколько у нее братьев, как их зовут, что она любит есть, ну, что-то в таком духе. На самом деле, девушка была не инвалидом, она была подставной актрисой. Ей просто сказали, не смотри на клавиатуру и просто ничего не делай, расслабься. При этом этим людям, коммуникаторам, сообщали про нее самую разную информацию. Сама девушка не знала, какую именно информацию они сообщили тому коммуникатору, с которым она взаимодействует. Дальше коммуникатор общался с этой девушкой, отвечал на какие-то вопросы, и оказалось, что в большинстве случаев а, коммуникатор извлекает ответы на вопросы, второе, что эти ответы на вопросы соответствуют той информации, которая была у коммуникатора, но не была у девушки, и третье, коммуникатор думает, что вся информация исходила от девушки, а не от него. Причем те коммуникаторы, которые более склонны к такой вот идеомоторике, то есть, что можно проверить с помощью теста, с помощью маятника, про который я рассказывал, то есть у них лучше маятник вращается, когда они глаза закрывают и представляют его вращение. Чем больше была склонность к идеомоторике у этих вот людей, тем они больше ответов как бы извлекали из девушки, ну, по их мнению. Хотя на самом деле девушка просто никак к этому процессу не была причастна. Но были и другие проверки, там, могут ли эти люди, которые владеют этой методикой извлекать информацию у пациентов, ну, если мы знаем, мы точно знаем, что пациент должен был знать какую-то информацию, и коммуникатор информацию знать не может, может ли он ее извлечь, в общем, нет, не может, только какую-то общедоступную информацию, в общем, и научная сообщество от этой методики отказалась. Но, опять же, как я уже сказал, она по-прежнему популярна, иногда это приводит к очень таким трагичным историям, ну, вот, например, история Анны Стабфилд заключалась в следующем. Вот эта женщина, которую вы видите на слайде, она профессор этики, борец за права инвалидов и афроамериканцев, здесь ее уводят из зала суда по обвинению в трехратном изнасиловании инвалида-афроамериканца. Как она дошла до такой жизни? Ну, она, значит, нашла вот такого инвалида и начала о нем заботиться, использовать самую коммуникацию при поддержке, и в итоге этот инвалид начал писать там целые философские трактаты про то, как эта коммуникация при поддержке замечательная, как она работает, как это все круто, они вместе с этим пациентом ездили на какие-то конференции, выступали. И, да, такая вот история очень драматичная, что этого пациента кто-то из зала спросил, а как вы думаете, коммуникация при поддержке может ли помочь вам наладить отношения, завести вторую половинку, на что тот сказал, что я сомневаюсь, но мне бы очень хотелось, и в этот момент сердце Анны Стабфилд дрогнуло, она поняла, что она влюбилась в этого своего опекаемого ей инвалида, призналась ему в любви, узнала, что он ее любит в ответ, но на самом деле она при этом общается сама с собой, но это добавляет некоторую, как бы, не знаю, и грусть, и в то же время некоторую иронию этой истории. Дальше она предложила ему заняться сексом, тот согласился, они попробовали, их не получилось, потом вроде как второй раз попробовали, вроде как получилось, в общем, потом третий раз, и после этого она пришла к родственникам этого самого мужчины и сказала, что я ухожу от мужа и своих детей, хочу жить с вашим этим, и хочу быть его опекуном. В этот момент у этих родственников проснулось критическое мышление, они проверили, может ли она с помощью этой коммуникации извлечь из этого пациента некоторую информацию, которая только ему была доступна, ну и им, а ей нет, и она этот тест провалила, и после этого они сказали, что, пожалуйста, отстаньте от нашего инвалиды, и она не унималась, требовала, чтобы ей передали его под опеку, тогда они вызвали полицию, и вот полиция спросила, так что вы говорите, ты радостным сексом занимаешься? Он недееспособный инвалид, вы его изнасиловали. Ну и, собственно, вот история-то еще не закончилась, то есть ее последнее, что я читал, ее приговорили, но она подала апелляцию, и сейчас это очень активно обсуждается в западной прессе, потому что понятно, что она не хотела никого насиловать, и, скорее всего, она была искренне в своих чувствах, но она стала жертвой вот такой вот когнитивной ошибки, таких вот идеомоторных актов. Следующая часть лекции потребует сначала такого маленького лирического отступления. Здесь будет слайд, где я хочу продемонстрировать вам, как современная нейронаука научилась читать мысли человека. Это видео, сейчас я его запущу, оно взято из научной статьи, где придумали следующее. Берут человека, засовывают его в томограф, который анализирует активность мозга, достаточно грубо анализирует, но достаточно оказывается хорошо, чтобы читать некоторые его мысли. Человек смотрит большое количество видеороликов, и томограф смотрит, как контент видеороликов коррелирует с активностью мозга и пытается прогнозировать, что же человек видит, основываясь на активности его мозга. После этого берут другие клипы, нарезки из YouTube, показывают человеку эти новые клипы, на которых компьютер не обучался, и при этом у компьютера есть большая библиотека тоже клипов, там с YouTube, по-моему, и компьютер пытается подобрать из своей большой библиотеки клипов, такие, чтобы они подходили под тот след активности, который наблюдается по данным МРТ. То есть компьютер получает теперь на вход только данные МРТ, у него есть модель мозга данного пациента и в активности, и он прогнозирует, что же человек видит. Вот слева вы видите реальный клип, который видит человека, справа, то, что рисует компьютер. Там берется много клипов, и они как бы накладываются друг на друга, то есть получается такое объединенное обобщение, там десятка лучших клипов, которые лучше всего подходят по мнению компьютера. Особенно хорошо с лицами получается. Ну вот немножко ученые приблизились к тому, чтобы читать человеческие мысли, но еще все-таки достаточно далеко до этого, но испытуемым в следующем эксперименте, который я сейчас хочу рассказать, они были под впечатлением, что ученые уже умеют читать мысли, потому что их обманывал специально обученный фокусник. Что придумали авторы этого исследования? Они брали людей и говорили им, смотрите, у вас есть прибор, который может читать или внушать вам мысли. Прибором этим был томограф, но томограф на самом деле не работал, а оперировал не ученый, а фокусник. И фокус выглядел в обоих случаях, как в случае с чтением мыслей, так и в случае с внушением мыслей. Следующим образом, человек ложится в томограф, ему говорят, сейчас мы читаем ваши мысли, загадайте какое-нибудь число. Человек загадывает, допустим, 17, его спрашивают, какое число вы загадали? А, на начало там томограф распечатает бумажку какую-то, в случае с чтением мыслей человек говорит, я загадал число 17, фокусник достает эту бумажку и говорит, видите, томограф именно это и прочитал. То есть совпало. И человек находится под впечатлением, что действительно томограф прочитал мысль. А в случае с внушением мысли делалось ровно то же самое, такой же трюк, только опять же распечатанная сначала бумажка, здесь говорилось, что на этой бумажке написано число, которое мы вам будем внушать. Какое число вам внушили? Человек говорит, там, 27. Опа, 27 на бумажке. Это делают с помощью ловкости рук, там, я не специалист в ревизионном искусстве, но такие фокусы фокусники показывают регулярно. Так вот, люди находились под впечатлением, что им могут внушить мысли или могут прочитать их мысли. И авторы исследования интересовались, как отличаются ощущения людей, когда они загадывают число, ведь в обоих случаях они загадывают число. В условиях, когда они думают, что они сами загадывают число или в условиях, когда они думают, что эту идею им навязывают извне. И оказалось, что есть большая разница. Разница заключается в том, что когда человеку кажется, что ему внушают число, он достаточно часто описывает это как то, что выбор не был его собственным. Он почувствовал, что что-то влечет его к числу, он думал об одном числе, потом какой-то голос заставил его передумать, и он подумал про другое число. Число пришло откуда-то извне. Это то, как типично люди описывали себя, люди гораздо меньше описывали ощущение своей собственной свободы, принимая такого рода решения. Когда их спрашивают, насколько вы были свободны в своем выборе, ну нет, не был свободен в своем выборе. То есть наше восприятие того, насколько мы свободны, можно таким образом обмануть. Если мы ожидаем, что нам могут что-то внушить, то мы можем в это поверить. И, может быть, поэтому так популярно такое явление, как, допустим, гипноз. Вот один очень известный гуру эзотерики, его зовут Николай Левашов, академик трех фейковых академий, вот он использовал такой прием на своих выступлениях. Он собирал большую аудиторию, и дальше говорил, смотрите, делайте следующее, возьмите руки и сложите их вместе. А теперь, значит, дальше он управлял энергией космоса, значит, для того, чтобы у людей руки как бы слиплись. Дальше он предлагал людям попробовать руки разлепить, и оказывается, что у достаточно большого процента присутствующих руки не разлепляются. И именно этих людей, у которых руки не разлепляются, с научной точки зрения, мы бы их назвали гипнабельные люди. Понятно, что нет никакой космической силы, которая слепляет их руки, но они поверили, что она есть, и поэтому вот им кажется, что они не свободны в том, чтобы раздвигать свои руки. Именно их он отбирает и говорит, что вот это вот избранное с ними, я буду дальше работать, все остальные валите нафиг. Вот. Тот же самый прием используют в шоу «Звезды под гипнозом». С одной стороны, там есть просто актеры, которые делают всякие странные вещи, на то они и актеры, и звезды, но с другой стороны, там есть просто такая же сцена, где они работают с аудиторией, отбирают из аудитории тех, кто не раздвигает руки, так же, как у Левашова, и после этого эти люди вытворяют какие-то странные вещи. Понятно, что люди сами вытворяют эти вещи, но они не осознают, что они их делают по собственной воле. И на самом деле, если бы им предложили сделать что-то такое, что шло бы вразрез с их глубокими убеждениями, например, убить кого-то или прыгнуть со скалы, то они бы этого не сделали. Потому что так это не работает. А вот еще один пример, на что способна такая вот сила гипноза. Называется видео «Бесконтактный бой православным крестом». ПЕСНЯ Понятно, что человек сам перевернулся, но он, может быть, и находится под впечатлением, что здесь нет его воли. Хотя есть еще слухи, что он просто бьет этим крестом по голове тех, кто не хочет ворачиваться от бесконтактных ударов, но одно другому на самом деле не противоречит. В какой-то момент люди могут научиться, что нужно так себя вести, и после этого они начинают верить в некоторую мифическую силу бесконтактного боя. До сих пор я говорил про некую психологическую подоплеку этой истории про наше восприятие свободы воли, немножко поговорю про нейробиологию. Есть такой синдром, который называется синдром чужой руки, когда человеку может казаться, что он не управляет какой-то своей конечностью, как правило, рука, хотя бывают и ноги чужие. Обычно это возникает из-за повреждений мозга, то есть есть несколько разных отделов мозга, которые в этом задействованы, повреждения которых приводят к разным вариантам синдрома чужой руки. Например, может повредиться фронтальная кора, может повредиться стименная область или мозолистые телы, которые соединяют левое и правое полушария. Такой пучок волокон, позволяющий двум полушариям синхронизовывать свою деятельность. Так вот, повреждения этих областей приводят к разным вариантам этого синдрома. Например, бывали случаи, когда человек пытается одной рукой застегнуть рубашку, другая ее расстегивает, одной рукой тянется к стакану, а другая его опрокидывает. Человек мог нанесить себе увечья непослушной рукой. Был пример женщины, которая себя так избивала. Часто люди боятся, что рука может их избить, даже когда она их не избивает. Были примеры совсем экзотичные. Например, название научной статьи «Непроизвольная мастурбация как появление синдрома чужой руки, вызванного инсультом». У человека был инсульт, и после этого он не мог контролировать, как его рука делала неприличные вещи. И вот там этот термин «мастурбация», можно сказать, как его на академическом языке, это «сложные непроизвольные движения». Так это нужно правильно говорить, чтобы не использовать слово «мастурбация». Бывали примеры, когда человек засыпает, просыпается, его рука парит в воздухе сама по себе. Бывают варианты, когда чужая рука не полностью доминирует. Иногда она живет своей собственной жизнью, иногда она послушается своего хозяина. В частности, вот такого пациента засунули в томограф. То есть у него было так, иногда рука делает то, что он ей скажет, иногда она просто бежит, иногда она начинает жить своей жизнью. И они сравнивали активность мозга этого пациента в условиях, когда три разных состояния. Рука движется сама, по мнению человека, по его воле, и не движется вовсе. И опять же, всякие сторонники мистики, когда им рассказывают такие истории с чужой рукой, они говорят, ну да, им управляются из космоса, рептилоиды взяли контроль или спецслужбы встроили ему чип. Но, конечно же, все это является полной ерундой. Во всех случаях, когда рука движется у такого пациента, у него активируется моторная кора в головном мозге, та самая область, которая передает сигналу спинной мозг, а дальше оттуда сигналы идут, собственно, конечности. И понятно, что мозг управляет рукой. Но в случаях, когда человек осознает, что он управляет своей рукой, также активируются другие области мозга, в частности, там есть область в передней части, фронтальной коры, которая, по-видимому, по современным представлениям, участвует в планировании каких-то осознанных наших действий. То есть, мозг, он не только делает, отдает команды, рука, сгибайся, он еще планирует, рука должна согнуться, и когда она согнется, она согнется определенным образом, и я получу некоторую определённую обратную связь. И зависимости от того, какую обратную связь мы получаем, насколько эта обратная связь соответствует нашим планам, мозг моделирует наше восприятие свободной воли. Если план совпал с тем, что получилось, значит, действие было выполнено по моей воле. Мой мозг смоделировал, сделал то, что было смоделировано. Я отвечаю за этот поступок. Если же этой модели не было, а действие сделано, то, значит, что действие было сделано по каким-то внешним силам. Рука моя сама что-то сделала. И что интересно, можно ударить человека током в определенные области мозга, чтобы сделать, как, например, ударить в префронтальную, превоторную кору, извиняюсь. Можно сделать так, что у человека рука дернется, но при этом он будет отрицать, что он этого хотел. А можно ударить его в теменную область, тогда человек может возникнуть желание двигать рукой. А если ударить очень сильно, то рука может даже не сдвинуться, но человек скажет, что он сделал движение. То есть наша восприятие того, когда мы считаем, что мы сами сделали какое-то движение или нет, это на самом деле не то, что стопроцентная данность, которую мозг знает наперед со стопроцентной точностью. Нет, мозг использует какие-то модели, использует какие-то внешние сигналы для того, чтобы понять, что от него зависело, что нет, задним числом, и после этого говорит, ага, вот это сделал я. И это подводит нас к совсем интересному случаю такой вот чужой руки. Это раз история, когда человеку перерезают мозолистое тело, которое соединяет левый и правый полушарий. Зачем это делают? Точнее, уже не делают, делали раньше. История была такая. Были пациенты, страдающие эпилепсией, очень тяжелой формой этого заболевания, при которых возникает очень сильная активность в мозге, которая распространяется в соседние участки, и дальше распространяется на весь мозг, и это приводит к очень сильным судорогам, и в итоге может привести к смерти. Не было в те времена хороших лекарств, не было хороших способов локальной диагностики, где именно начинается этот припадок, чтобы локально вырезать что-то, чтобы это не возникало. И делали вот такую радикальную операцию, перерезали вот этот пучок волокон, соединяющий левое и правое полушарие, чтобы хотя бы одно полушарие не впадало в этот эпилептический припадок. И вот таких вот пациентов, которым перерезали мозолистое тело, изучал в частности Роджер Сперри, который в итоге получил Нобелевскую премию за опыт на таких пациентах. И что писал Роджер Сперри, такого интересного он обнаружил у этих пациентов, с одной стороны, казалось бы, им сделали радикальную операцию, перерезали огромный пучок волокон, но вроде как ничего не изменилось. Вроде как родственники не замечают каких-то особых изменений за этими пациентами, сами они не замечают, что с ними что-то не так, ведут они себя совершенно нормально, но в очень специфических задачах можно доказать, что как будто бы у них возникло внутри две в кавычках личности. Что это значит? Два разных набора представлений об окружающем мире. Одно с левым полушарием, другой с правым полушарием. Берем такого пациента, даем ему в левую руку одну игрушку в правую, другую игрушку, разные на ощупь, потом эти игрушки скидываем в мешок, в мешке много разных игрушек, и просим его найти, что было у него в левой и в правой руке. Левой рукой пациент может найти то, что он держал в левой руке, но он не может левой рукой найти то, что он держал в правой руке. И наоборот, правой рукой он может найти то, что он держал в правой руке, но не может найти то, что он держал в левой. Как будто бы эти руки у него живут... А так получается, что левая полушария управляет правой рукой, правая управляет левой рукой, и в итоге получается, что левая полушария понятия не имеет, что было в левой руке, и поэтому она не может найти этот предмет. Сейчас я покажу небольшую видеодемонстрацию того, что возникает от таких людей, это из оригинальных экспериментов на этих пациентах. Здесь человек должен собрать из кубиков картинку, которая у него здесь слева изображена, слева от него, и вот сейчас он это делает левой рукой, которая управляется правым полушарием, и правая полушария у него обладает хорошим пространственным мышлением, и вот он справился с этим заданием. А теперь его просят сделать то же самое правой рукой, а так получилось, что левая полушария у него не очень хорошо обладает пространственным мышлением, и он не может задание сделать, вот он мучается, и обратите внимание на его левую руку сейчас, он на ней сидит. Он сидит на ней не просто так, потому что тем временем правая полушария, который управляет этой левой рукой, видимо, ну это моя интерпретация, да, она как-то недовольна производительностью другого полушария, и вот он снова сидит на этой руке. Ну а дальше ему предлагают сделать задание двумя руками, и можно заметить, что тут возникает некоторая проблема. Сейчас вы ее увидите более отчетливо. Руки как-то не очень согласованно действуют. Вот. Не только такие вот тактильные нарушения возникают, но можно показать зрительные эффекты. В частности, если человеку показать объект в крайнем левом визуальном поле, то информация об этом объекте оказывается только в его правом полушарии. Если объект находился только в правом поле зрения, крайнем, то он оказывается, информация о нем зрительная только в левом полушарии. Если мозолистая тела перерезана, полушария не обмениваются этой информацией. Мы можем сделать так, что человек одним полушарием увидит одну картинку, другим полушарием другую. Естественно, только для пациентов речь идет. И Роджер Спири с его коллегой Майком Газани делали такого рода эксперименты, в частности, его самый классический эксперимент, который во всяких учебниках приводится. Вот есть два изображения. В левом крайнем поле зрения человеку показывают заснеженный домик, в правом крайнем поле зрения ему показывают куриную лапку, дальше его просят выбрать из набора картинок те картинки, которые у него ассоциируются с тем, что он увидел. И в итоге его левое полушарие видело куриную лапку, и оно берет правой рукой курицу, что логично. Правое полушарие видело заснеженный домик, и оно логичным образом левой рукой берет лопатку для уборки снега. Но затем человек спрашивает, зачем ты взял лопатку для уборки снега? Говоряющее полушарие у людей, как правило, левое, поэтому вопрос адресован ему. И левое полушарие понятия не имеет, почему оно взяло лопатку для снега, и оно говорит для того, чтобы убирать курятник, потому что про куриную лапку оно знает. И оно пытается интерпретировать. Вот одна из идей, что когда мы знаем, что мы что-то сделали, но мы не знаем, почему мы это сделали, мы уже постфактум можем придумать, почему мы это сделали. И именно поэтому у людей, у которых перерезано-мозористое тело, у них есть левое, правое полушария, как бы немножко автономные, они при этом не испытывают ощущение, что тут два человека во мне живет, потому что каждый берет на себя всю ответственность за все, что происходит. Ну, по-видимому, так получается, во всяком случае. Но не только у людей с перерезанно-мозористым телом возникают подобного рода эффекты, когда они оправдывают свои, точнее, не свои решения. Вот здесь картинка из опытов Питера Йоханссена, который делал следующее. В самом деле очень сложно поверить в то, что так работает, но можно потом на YouTube найти ролики, к сожалению, забыл его пригрузить, найти ролик, видеодемонстрации этого эксперимента. Суть в следующем. Человеку показывают серию фотографий, серию из пары фотографий, допустим, девушек. Вот есть девушка слева, девушка справа, и человеку предлагают выбрать, какая девушка ему нравится больше. Человек, допустим, выбирает девушку вот слева. Дальше человек, который сидит напротив, на самом деле фокусник, опускает вот так вот руки, передает человеку ту фотографию, которую как бы он выбрал, но за счет того, что это фокус, человек получает ровно противоположные фотографии, сам того не осознавая. фокус заключается в том что тут две фотографии в каждой руке у него одна за другой у той которая сверху красная задник а у той который спереди и который окажется снизу когда положит и черный задник который сливается черным фоном поэтому фокусник продвигает вперед верхнюю то есть противоположная фотография а черный потом задвигает обратно никто этого не замечает так вот оказалось что когда такой фокус проводит большинство людей не замечают подмену и начинают объяснять почему они выбрали ту девушку которую они не выбирали приводятся всякие примеры цитат почему как люди себя оправдывают но она прекрасна я бы скорее к ней подошел в баре чем другой и мне нравятся ей сережки она похожа на мою тетушку и она более приятна чем другая она выглядит очень горячий и так далее причем они пробовали этот эксперимент по-разному и даже в таких условиях когда девушки не очень похожи когда у человека есть очень много времени на то чтобы сделать свой выбор люди все равно обманываются в большинстве случаев и более того были дополнительные эксперименты где делали еще более изощренные вещи человек сначала оценил некоторый набор девушек там по уровню привлекательности ну как-то какие-то оценки расставлял после этого с ним проводили вот такую манипуляцию дим подсовывали фотографии которые он не выбирал как более одну девушку которую он считал менее привлекательной посолья более привлекательной работа бы он ее выбрал и после этого людей менялись оценки девушек которых они видели и как бы они уже постфактум тех девушек которых якобы они выбрали так пути как более красивых чем изначально то есть можно повлиять на наше восприятие таким образом и еще один эксперимент который говорит как это вообще нет важно прикладное значение допустим в криминалистике когда с помощью такого трюка людям подменяли как бы их свидетельские показания то есть человек говорит что там преступление происходило определенным образом описывал определенным за преступника и мы делали там фейковый отчет который якобы он сам написал и после этого человек начинал следовать если сделать очень убедительно что человек поверил что таки его отчет человек может изменить свои показания в угоду этому новому фейковому отчету а и теперь для него реально стало немножечко другой и это все говорит о том что наше представление о том чего мы хотим какие у нас представления там красивых девушках и вообще о том что происходит вокруг нас они подвергаются таким вот манипуляциям и это подводит нас последний истории связанность свободой воли это опыты знаменитого ученого бенджа на либита который исследовал можем ли мы заранее анализируя активность мозга человека предсказать что он совершит тот или иной свободный выбор и измен заключался в следующем чека подключали к энцефалографу который измеряет достаточно грубо опять таки активность мозга в определенных его местах если что куда вы подключите он нашел определенный способ расположить электроды чтобы измерять то что называют потенциалом готовности и изменяет свой плюс от готовности оказывается что можно там за значительное время там но вы ущете типа секундах при заранее предсказать что человек нажмет на кнопку все заранее простые клеши çalışид нажать на кнопку потому что человек смотрит на таймер перед своими глазами и определяет какой момент он решает нажать на кнопку после чего нажимает на кнопку решает он немножко раньше чем нажимает и это можно там Там есть задержка между решением и нажатием, там несколько сот миллисекунд. Но прибор, зная, что человек нажмет на кнопку еще раньше. Этот эксперимент воспроизводился в самых разных условиях. Можно заранее предсказать не только, нажмет ли человек на кнопку, нажмет ли он на левую или на правую кнопку, можно предсказывать заранее, решит ли он нажать на левую или на правую кнопку, можно заранее предсказывать, какую математическую операцию человек решит сделать, сложение или вычитание, то есть более абстрактные задачки. Но самая забавная демонстрация то, что здесь, это тед-ток профессора Морана Керфа, который подключает, в данном случае, испытуемую к энцефалографу, и задача у этой девушки нажимать на кнопки, когда не горят красные лампочки. То есть она выбирает, какую кнопку она хочет нажать, но важно, чтобы она нажимала на кнопку, когда красные лампочки не горят. Но поскольку энцефалограф читает ее мысли, в некотором смысле, и определяет, что она захочет нажать, и когда она захочет нажать, собственно, она не может справиться с этим заданием, потому что, как только она решает нажать на кнопку, кнопка загорается. что происходит? И Моран Керф, он приводит здесь такую метафору, что представьте себе, что вы пришли в ресторан, и вы хотите заказать какое-то блюдо, и говорите, а можно мне, пожалуйста, кто-то перебивает, салата уже нет. Вот такие, а можно мне тогда, картошки фри тоже больше нет. Вот. И это подводит нас к тому, что, видимо, прав был Спиноза, когда говорил, что люди лишь по той причине считают себя свободными, что свои поступки они сознают, а причин их вызвавших не знают. Но это не... Эту фразу и вообще эту идею можно как-то неправильно интерпретировать. Ну вот, смотрите, мы принимаем какие-то решения. Ну кто мы? Мы – это наш мозг. Наш мозг принимает какие-то решения, основываясь на предыдущем опыте жизненном, текущем его состоянии, с учетом каких-то внутренних сигналов, внешних сигналов, которые поступают от органов чувств. Да, также, как компьютер может принимать какие-то решения, на самом деле, основываясь на каких-то алгоритмах, мы тоже принимаем решения основываясь на каких-то внутренних, более сложных, конечно же, более сложных, но такие физиологических процессах, которые протекают в нашем мозге. Мозг – такая глубокая нейронная сеть, которая анализирует информацию, делает выводы об окружающем мире, принимает какие-то решения. Но эта картина, конечно, противоречит всяким духовным представлениям, что есть какая-то отдельная душа, которая принимает решения сама по себе, а мозг – он как бы сам по себе. Мозг принимает какие-то решения, многие вещи, которые мозг обрабатывает, информацию, которую он обрабатывает, эта обработка информации происходит неосознанно для нас, поэтому не все наши решения мы осознаем, почему мы их сделали. И почему такие полезны эту штуку, как свободу воли, использовать в нашем повседневном обиходе, думать, что другие люди обладают свободой воли именно в таком, не знаю, каком-то посредственном виде. Мне очень нравится такая аналогия, она прозвучала у физика Шона Кэрролла. У него была такая идея, что вы можете взять какой-нибудь газ, и в этом газе у вас движутся молекулы. В принципе, если вы знаете скорость молекулоположения этих молекул, вы могли бы, имея огромные вычислительные мощности, просчитать, как этот газ будет устроен в следующий момент времени. Но можно сделать проще, для любой практической точки зрения, с любой практической точки зрения проще взять уравнение идеального газа, ПВ равно Нью-РТ, и вы сможете предсказывать важные макропараметры идеального газа, обычного даже газа, обычно он и есть, вы можете предсказывать его состояние в другой момент времени. Так вот, то же самое с нашим представлением о свободе воли. Мы могли бы, наверное, предсказывать поведение каждого человека, если у вас был какой-то супермощный прибор, который анализировал бы активность каждого нейрона, могли бы точно сказать, что человек скажет, сделает, еще может быть до того, что человек сам осознает, что он скажет и сделает, но такого прибора у вас нет, и он был бы непрактичен, и, скорее всего, нам бы не хватило учителей мощности, чтобы его сделать, поэтому мы употребляем такое упрощение, что да, люди с вами свободно принимают решения, и это ничего не зависит, кроме как от них самих. У меня все, спасибо за внимание. У меня есть с собой книжка, правда, не про паранормальное, а про генную инженерию, она будет за лучший вопрос. Есть ли какие-то паранормальные штуки, которые еще не объяснены наукой? Ну, что, вот как бы, не было эксперимента, которые происходили, что там были... Паранормальные штуки, которые не объяснены наукой. Ну, именно паранормальные, это сложно, то есть, есть куча вещей, которые, в принципе, не объяснены наукой, да, там, что такое, там, не знаю, темная материя, там, я не знаю, если взять, там, какую-нибудь астрофизику. Есть куча таких частных вопросов. Именно с паранормальным, иногда мы не знаем, что именно произошло, но мы можем предполагать, там, целый набор объяснений. Мне нравится вот такой анекдот, который рассказывал знаменитый математик Израиль Моисеевич Гельфанд на биологическом семинаре, куда ходил мой отец, собственно, анекдот меня отец пересказал. Анекдот выглядел так, что журнал «Огонек» напечатал статью, про которых человек, он открывал штопором бутылку и так извернулся, что проглотил штопор. И в качестве доказательства журнал «Огонек» публиковал фотографию штопора. Ну вот, с многими паранормальными заявлениями, значит, проблема выглядит следующим образом, что нам говорят, что как вы объясните, там, некоторые события, но в действительности нужно объяснить появление свидетельства об этом событии. Люди могли что-то выдумать, плохо запомнить, стать жертвой манипуляции. Возникает куча потенциальных объяснений, какое из них правильное или более правдоподобное не всегда можно сказать, но то, что они существуют, эти альтернативные объяснения, которые никто не исключил, это, можно сказать, про любое заявление паранормальным. Собственно, для этого и там придумана та же премия Гудини, которая является аналогом того, что на Западе делалось фонд Джеймса Рэнди, который миллион долларов предлагал за демонстрацию паранормального, что давайте вы продемонстрируете паранормальные способности в условиях, когда альтернативные объяснения в виде там плохой памяти или еще чего-то, пересказа каких-то баек, которых на самом деле не было, чтобы все эти альтернативные объяснения были исключены. Ну и вот в таких вот условиях, когда это был бы нормальный такой научный эксперимент, ничего паранормального не демонстрируется, поэтому нечего как бы объяснять. Ну а так есть отдельные какие-то сказки, какие-то истории, появлению которых может быть очень много объяснений, начиная от того, что ты просто нарочно выдумал и заканчивая тем, что это какая-то определенная когнитивная ошибка, ложная память или что-то в этом роде. Я бы не сказал, что люди прямо хотят верить. Мы не столько же решаем, во что мы хотим верить, потому что мы хотим верить. Мы просто считаем какие-то объяснения, какие-то явления правдоподобными. Может быть, более правильный вопрос, почему люди верят в паранормальное. А ответ на этот вопрос, мне кажется, следующий, что есть некоторые эволюционно сложившиеся, вполне правильные принципы мышления, которые позволяют нам адаптироваться к окружающему миру, которые имеют очень специфические баги, глюки. Ну, например, очень полезный инструмент в нашей повседневной жизни – это наша способность предсказывать, создавать, конструировать причинно-следственные связи. Если одно событие случилось после другого события, то мы предполагаем, что, возможно, первое событие вызвало второе. И часто так оно бывает. И замечать такие вещи полезно. Но очень часто так же бывает, что два события хронологически, одно следует за другим, но никак причинно-следственным образом не связаны. Там петух прокукарекал, солнце взошло, ясно, что если мы зарежем петуха, солнце все равно взойдет, потому что здесь нет причинно-следственной связи, но есть хронологическая шкала. В случае с петухом и солнцем люди как-то еще более-менее приходят, к нормальному выводу, что здесь нет связи. Но, например, человеку было плохо, он сходил к экстрасенсу, к целителю, ему стало лучше, он уже сразу спешит сделать мнение. Это был вывод, что экстрасенсы существуют и помогают лечить какие-то заболевания. Вместо того, чтобы критично рассмотреть эту информацию и рассмотреть альтернативные объяснения, что он просто сам поправился, и экстрасенсы здесь ни при чем. То есть, в принципе, он руководствуется достаточно правильной в большинстве случаев такой юристикой, что да, если одно событие было после другого, то между ними есть связь. Но забывая, что это не строгое правило, а некоторый полезный инструмент, который позволяет какие-то предварительные делать выводы, которые потом нужно еще перепроверять аккуратно, что действительно есть причинно-следственная связь. Вот такого рода когнитивных ошибок можно привести много. Здесь я больше рассказывал, например, про диамоторику. Тоже пример некой когнитивной ошибки, которая склоняет людей к вере в определенного рода сверхъестественные явления. Ну, как человек берет в руки маятник, он не хочет вращаться, он не осознает, что он его вращает, и приходит к выводу, ну, очевидно, что если я его не вращаю, значит, его вращают духи. Это логичное объяснение, если человек не в курсе того, что есть и диамоторика. Я думаю, как-то так. Едем объяснять популярность в китшок, например, в битве экстрасенсов, или на расселивании в битве экстрасенсов? Ну, с битвой экстрасенсов тут сложно сказать, какой вклад вносит, например, просто маркетинг этого всего. Там же бизнес, там же реклама, там же прайм-тайм центрального телеканала, но какой-то вклад, конечно, вносит общая склонность людей доверять другим людям, некритично относиться к информации, в которую верит большое количество людей, такой конформизм, склонность людей, ну, опять же, к тем же самым ошибкам, вроде, там, послезначен следствие. И на этих шоу, там, на самом деле, используется много всяких разных штук, начиная от просто прямого подлога и заканчивая, например, игрой с теорией вероятности, типа того, что если вы возьмете очень много экстрасенсов и будете их тестировать на то, чтобы они нашли человек спрятан в одном из 20 багажников, кто-то из них отойдет с первого раза, просто потому что вы тестируете много-много-много-много-много раз, а кто-то должен выиграть в аттрее, кто-то из них там должен угадать. Соответственно, мы этого человека просто объявляем главным экстрасенсом и дальше переводим его на следующий этап. Ну, опять же... Ну, здесь складываются в данном случае два фактора. Первый – это иллюзия причинности, когда возникает эта ошибка после, значит, следствия, в то время, когда, на самом деле, причины на следственной связи нету. Человеку было плохо, он сходил к бабке, ему стало лучше, он думает, что это потому, что бабка помогла. Люди обычно обращаются за помощью, когда им максимально плохо, за состоянием, когда максимально плохо. Часто следует состояние не максимально плохо, некоторое улучшение самочувствия, если речь не идет про смертельное какое-то заболевание, после которого следует смерть. Но, покуда человек живой, то, если ему было плохо, то с тех пор ему стало лучше. Я думаю, каждый раз может привести много примеров в своей жизни, когда им было хуже, чем сейчас. А сейчас, наверное, в большинстве среди эстетического самочувствия. И второй момент, да, это то, что мы склонны доверять другим людям и их опыту. Ну, в принципе, это тоже очень важно, потому что наша культура передается через доверительные отношения. Я рассказываю какую-то историю, и люди, которые меня слушают, они как бы предполагают, что я не хочу соврать, что я действую и в том числе и в их интересах, пытаюсь быть честным, пытаюсь быть объективным, пытаюсь разобраться в том, как перенос на самом деле устроен. Во многих случаях это полезно, делать такое предположение, но иногда мы сталкиваемся с тем, что человек просто транслирует какие-то глупости, и другие люди просто ему верят. Ну, как же он, не будет же он врать, правильно? Вот человек говорит, я сходил к колдуну, колдун там заговорил мне, ножом махал возле глаза, и у меня ячмень прошел. Вот, ну, не будет же этот человек выдумывать такую историю, не будет же он ошибаться. Первый вопрос про людей, у которых раздвинения повышали у нас были войска. У них нет камня с памятью? Некоторые есть. Были исследования, что немножечко у них ухудшается память, но не то, чтобы прям как-то очень критично. А как это перевод связано? Мы помним все мозги, если раздвините, то у нас. Какое повышали, какую именно информацию о память? Краткосрочная память? Ну, известно, что за переводы с краткосрочной и долгосрочной память отвечают гиппокампы и повреждения этой области мозга. Ну, там немножко все сложнее, но примерно так. Есть повреждения мозга, из-за которых человек может помнить все, что было в его жизни раньше, но не будет запоминать какие-то новые события. Если мы говорим про то, где хранится память о том, что было в прошлом, то, по-видимому, она достаточно широко разбита по разным отделам мозга. И, грубо говоря, когда человеку повреждают как-то мозг, то на памяти это сказывается, там метали какие-то могут забываться, но все очень диффузно. Но это, на самом деле, большая загадка, то, как именно все устроено в плане памяти, как она хранится. Есть некоторые догадки того, как это сделано, но все достаточно сложно. А может быть так, например, что вопрос к человеку, мы говорим, что если задают с ориентированием на лево, как в полушарии, например, отмечено, то, как вы говорили, что если просто спросить, кто лево, как в полушарии, это не трогает, а если какие-то другие могут задать вопрос, да, должно сработать право, конечно, это не заинтересно, может ли ему с какой-то он должен сказать, по памятным событиям, что он не помнит? Не было ничего? Эксперимент на память, чтобы оно получали, помню, что он не помнит? Вас интересует, в смысле, на пациентах с перезаным мозолистым телом? Вот именно такого рода эксперимент я не припомню. Может быть, я упустил, но нет. Да. А вот люди, которые хорошо уменьшают, которые много поддаются, а есть, которые уже постоянно не поддаются. Как вот эта вот нарушаемость отражается на организме? Это только вот строение мозга объясняется в неровных исследованиях, или это как-то на генетическом уровне эффективно, что это много не передает? Но я не слышал ни исследований про то, чтобы выявили какие-то коррелятые, ну, то есть, какие-то особенности строения мозга или генетических факторов, которые бы предсказывали, будет ли человек внушаемый. Если честно, это интересный вопрос. Есть ли такие? Я не знаю. Можно поискать в литературе, но я сомневаюсь, что они были. Когда я читал по этой теме научные публикации, я похожие вещи искал и не нашел. Но, может быть, они где-то есть, просто скрываются от меня, рептилоиды скрывают. Но, в принципе, действительно, где-то по разным оценкам около 20% людей как бы гипервнушаемые. Есть даже вопрос о том, насколько эта внушаемость воспитывается. Можно ли мы внушаемого человека это делать невнушаемого? И тут, в принципе, важно то, что на внушаемость в целом зависит ваше ожидание. То есть, грубо говоря, если я сейчас, допустим, здесь присутствует внушаемый человек, но я себя не позиционирую как гипнотизера, я тут, наоборот, разоблачаю гипноз, говорю, что это фигня. Если я буду с этим человеком взаимодействовать и пытаюсь его, типа, в шутку загипнотизировать, то это не сработает. Даже если он внушаемый, потому что он, как бы, контекст неправильный. Но если сюда придет человек, который скажет, да нет, этот чувак, который здесь стоит, вещает, он ничего не мешает, я вот настоящий гипнотизер, вот у меня тут Огдина, значит, из Академии гипноза, сейчас я вас загипнотизирую, то вот уже в этом сайтинге более вероятно, что он загипнотизируется. Чем больше факторов склоняет человеку к тому, чтобы он допустил возможность того, что сейчас он будет делать что-то, чего он, ну, что-то, что-то, что-то от него не зависит, что его свобода воли будет нарушена, тем более вероятно, что он так и будет делать. Ну, вот он прочитал книжку про то, что гипноз – это офигенная тема, и после этого его внушаемость повысилась. А он прочитал книжку скептиков про то, что гипноз – это как бы только для тех, кто внушаемый, вот себя внушаемым не считает, и его внушаемость понизилась. Ну, как бы, я не уверен, насколько это хорошо изучалось, но кажется, что как-то так должно быть. Я думаю, что это просто следствие того, как мозг вообще пытается понять, что от меня зависит, что от него зависит, что нет. то есть вот сейчас у меня была какая-то в голове идея. наши ожидания, они вообще на самом деле влияют даже на уровне самого простого восприятия. Ну, например, вот есть такие видеоролики на ютюбе, которые называются там Miss Heard Lyrics, когда показывают песню на одном языке, спускают субтитры на другом языке, и мы слышим в песне слова, которых там нет. Но при этом до того, как нам показались субтитры, мы этих слов там не слышали. То есть как только у нас возникает ожидание, что мы должны услышать некоторые слова, наш мозг как бы подгоняет под это ожидание наше восприятие. И то же самое здесь. Если мы ожидаем, что сейчас мы будем что-то делать не по своей воле, то это повышает вероятность того, что мы испытаем то, чего мы ожидаем испытать. Если мы ожидаем, что нам сейчас будет очень больно, то это может усилить наше представление о боли. то боль будет восприниматься менее существенно. Про это тоже есть исследование. То есть наши ожидания в некоторой степени формируют то, как мы реагируем на окружающий мир, как мы себя ведем, как мы воспринимаем информацию. Я очень понравилась, что вы считаете себя свободным, потому что они не знают в Востоке, которые не сушают, но я не знаю, почему, которые вызывают. Это на самом деле приказывает к симметрике, к форме, или с чем у меня вопрос? А можно вообще контролировать со всем сознанием, где не теряется чужих людей, или, не знаю, шутки мозга, это то, чем у тех, кто-то вызывает? Контролировать свое сознание. Ну, все, что мы можем сделать, это мы можем быть в курсе того, какие бывают баги, и это учитывать. Например, возьмем какую-нибудь оптическую иллюзию. Если я покажу вам сейчас какую-нибудь классическую оптическую иллюзию, где кажется, что темный квадратик светлый, а светлый он темный, то вы продолжите ее видеть, эту оптическую иллюзию, даже если вы про нее знаете. Но, зная про нее, вы будете понимать, что да, я вижу, что квадратики разного цвета, хотя на самом деле они одного цвета, это оптическая иллюзия. Ну, так и здесь. То есть, будет нормально, что человеку кажется, из-за каких-то подсознательных процессов, которые происходят в мозге, что здесь есть какая-то корреляция, есть какая-то связь, здесь есть какой-то скрытый смысл, а потом человек задумывается, такой, нет, ну, это просто не так кажется. На самом деле здесь все не так. Вот так можно научиться. Но понятно, что вы вряд ли сможете переработать и получить контроль над самыми какими-то простыми способами обработки информации. Вы же не можете, не знаю, инвертировать свое зрение, сделать так, чтобы красный стал зеленым. Ну, условно, такого контроля у вас нет. Ну, и то же самое и с тем, как мышление устроено. Есть какие-то вещи, которые заложены, которые работают просто по каким-то своим сложным внутренним каким-то правилам, которые не поддаются какому-то простому изменению. Я ответил? Да. Вы сами проверяете себя в бутылках, в индивном искажении? Ну, что? Сами себя проверяете, но в жизни повседневные, в искажении? Ну, я стараюсь отслеживать свои ошибки, заниматься каким-то факт-чекингом. Кстати, вот я как лектор замечаю за собой такую очень интересную, не знаю, вещь. Вот когда я репетирую какую-то лекцию дома, то я всегда сбиваюсь намного чаще, чем когда я выступаю на публику. И у меня есть гипотеза, я ее не проверял, но моя гипотеза заключается в том, что когда репетиция выступления осуществляется, то задача репетиции – это как раз вылавливать какие-то неправильные фразы, выискивать, что я сделал не так, чтобы сделать лучше. Но когда ты делаешь как бы чистовик, то тебе нужно просто сделать максимально хорошо. Но если зафейлил, то… Нет, если зафейлил серьезно, то нужно, конечно, исправиться, но в принципе ты уже как бы заученный какую-то вещь делаешь. Задача сейчас не продумать будущую лекцию, чтобы она была лучше, а задача сейчас – хорошо рассказать сейчас. И очень сильно меняется работа мозга в этих двух состояниях, например. Режим постоянного факт-чекинга, оптимизации речи и так далее, и процесс, когда ты просто пытаешься разговаривать с другим человеком, ну, естественно, и хорошо, насколько ты это можешь сделать. Ну, а так, в принципе, более-менее каждую фразу я в каком-то смысле продумывал, не сказав для какой-то глупости. Это не проклятие? Моя композиция? Ну, я к этому привык. Вы не задолбываете окружающих? Ну, вот есть люди, которые там без рационального политического мышления иногда идут в рискок круга, и механически начинаешь постоянно управлять, объяснили, как это хорошо. Ну, у меня есть хейтеры, которых я, видимо, задолбал. Я здесь кого-нибудь задолбал? Нет, нет. Они не поздравляют вас постоянно. Вот. Да нет. Ну, есть люди, которые просто не согласны со мной, и поэтому меня не любят. Но... Знаете, бабушка, которая постоянно, например, говорит, что-то надо? Например, очень бегущий бабушка. И вот вы будете ей каждый раз говорить, доказывая, что... А, в этом плане? Да нет. Но я не вижу смысла вторгаться в личное пространство каждого человека. Каждый человек имеет право на свои убеждения. Если человек рассказывается в публичном пространстве, и в этом пространстве подразумевается какой-то диалог, то я, наверное, охотно подискутирую, не столько с целью убедить того человека, с которым я спорю, сколько скорее для того, чтобы окружающие могли убедиться в том, что мои аргументы лучше. Ну, если они лучше. А такой вот задачи, как вот конкретного человека убедить в том, что он неправ, я, в общем-то, обычно такую задачу не ставлю, потому что часто это бессмысленно. Если человек настолько уверен в своей позиции, что готов там с пеной рта ее доказывать, то, может быть, это не самый лучший контингент для просвещения. Вот. Я... Спасибо. Я последний вопрос. Да? Вопросы передали вашим папочкам. А вы не знаете, уже есть какие-то государства, которые массово обучают молодежи, о рациональном и критическом мышлении? Хороший вопрос. Я себя достаточно хорошо представляю, как мог бы выглядеть курс критического мышления, но у меня сходу нет представлений о стране, где я такой курс преподавался бы. А я... Не, я не знаю. Не знаю, нет. Может быть, есть, но... Да? Ну, да, эти вы. Ну, потом... Если одному сейчас пересадить мозг другого человека, то что произойдет? Да, есть, итальянский врач, который пообещал, что сделает пересадку мозга. Значит, не пересадку головы, а пересадку головы. Ну, суть та же. Ну, понятно, что это наш мозг, как бы, поэтому скорее личность-то будет... Вы не мозг пересаживаете, а тело к мозгу пересаживаете. Это более правильное восприятие. Ну, на самом деле, мозг, он очень сильно интегрирован и с телом тоже, на самом деле, потому что, ну, нервные волокна, они у нас везде, и поэтому мозг, отделенный от тела, он может начать глючить как-то совсем по-страшному, что будет в этом случае с личностью человека, так и сказать, прогнозировать довольно сложно в случае такой пересадки нового тела к мозгу. Поэтому я бы пока рекомендовал заботиться о своем теле, чтобы не пришлось пересаживать новое тело к мозгу. Есть эксперимент, когда человеку голову просто в работе в условиях без тела держать, там, в детали, как же все. Не человеческую, а собачью. Собачью? Собачью. Некоторое время, некоторое время держали, некоторое время она жила, и было даже, была история, ну, как там, были с пересадкой головы, у собак некоторые опыты. И там даже была история про то, как такая вот голова кого-то укусила. Был такой Демихов, кажется, в Советском Союзе, который что-то такое, такие опыты ставил. Там не очень долго живет животное, то есть совсем чуть-чуть оно живет, не получается сделать такую полноценную пересадку, скажем, как это можно сегодня сделать, допустим, пересадка руки, какая-нибудь, делалась там, пересадка там, не знаю, сердце делается регулярно, с головой тяжело. Там много проблем, это отражение иммунной системы, это иннервация, потому что нервы не особо-то восстанавливаются, поэтому если пересадить голову к новому телу, то почти гарантированно, на самом деле, голова не обретет контроль над телом. И это поведет к тому, что тело в итоге, и голова на самом деле тоже, всем будет плохо. Так что, да, это очень крайние меры, которые никому не рекомендуют. Да? Вопрос об этом исследовании, что это плохо, что мозг обманывает себя. Есть такой грозный константат, что происходит в деле, что мозг будет... Ну, нету, мне кажется, каких-то объективных представлений о том, что хорошо, что такое плохо, это каждый сам для себя решает. Это просто константация факта, что мозг обманывает себя, и если вы хотите принимать решение, как раз так, вы хотите меньше ошибаться в повседневной жизни, то это нужно учитывать. Вот, собственно, и все. А хорошо это или плохо, но я подозреваю, что поскольку вот такого рода когнитивные искажения являются следствием такой вот эволюции человека, следствием того, что у нас есть, на самом деле, полезные функции мозга, которые просто иногда глючит, то если бы мы пытались создать там условного, там, генно-модифицированного человека, лишенного тех когнитивных дефектов полностью, то, возможно, это бы привело, на самом деле, к тому, что мы были бы вынуждены нарушить и полезные какие-то функции. Ну, опять же, видеть закономерности каких-то там в окружающем мире, да, это очень полезно, но иногда мы находим закономерности там, где их нет. Я бы сформулировал как-то так, что полезно видеть замки в облаках, а, прекрасно видеть замки в облаках, опасно думать, что они реальны. Ну вот, как-то так. Что, давайте выбирать ключ. Хорошо, давайте за вопрос про перерезание. Перерезание. Ну, перерезание. Спасибо. Очень рада. Будет интересно. Спасибо. Спасибо.